Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, досточтимые отцы, братья и сестры, всех вас сердечно поздравляю с великим праздником Святой Пятидесятницы Троицы. В этот день мы особым образом вспоминаем сошествие Святаго Духа на апостолов. Эта история хорошо знакома каждому, который хоть раз читал Евангелие и Деяния Святых Апостолов, кто изучал закон Божий в воскресной школе. Это повествование находится в череде других повествований, а праздник, установленный в честь Пятидесятницы, именуется двунадесятым, как бы в ряду других великих праздников. Но на самом деле то, что произошло в этот день по своим последствиям, сравнимо только с воплощением Сына Божия и с Его воскресением. Святые апостолы, напуганные казнью своего Учителя, скрывались по домам. Им казалось, что тут или там против них будет воздвигнуто гонение. Они почти не присутствуют в публичном пространстве. Они собираются при дверях затворенных. Именно страх и растерянность это то, что подавляло их души. И каким великим и радостным событием было для них явление воскресшего Спасителя. Но и здесь, не обладая достаточной силой духовного зрения, они во не всякий раз в явившемся опознавали своего Учителя. И только в определенные мгновения, когда Господь желал открыться им, они видели в нем своего Учителя. Об этом об этом периоде в новозаветной истории, евангельской истории почти ничего не написано. Как будто бы несколько раз всего Господь встречался с учениками, но известно, что Он учил их именно в это время тайном Царствия Небесного. Но мы не знаем, не знаем подробностей. Никто из апостолов не описал, видимо, по воле самого Господа и Спасителя то, что происходило от Пасхи, от Воскресения до того дня, который мы сегодня празднуем. Было одно яркое и сильное событие – это вознесение Спасителя. Когда ученики на горе Илеонской видимым образом увидели, как Он возносится на небо и услышали голос небожителей, что вы, мужи галилейские, стоите и смотрите, сей Иисус, возносящийся от вас на небо, таким же образом приедет. Эти слова, конечно, наполнили радостью, надеждой святых апостолов. И они спустились с Илеонской горы в ожидании скорого пришествия Спасителя. Но опять почти ничего не говорится о их деяниях, об их словах в этот период времени. И вдруг событие, о котором таинственно пророчествовал сам Господь, о том, что через Его смерть и воскресение они получат дар Святаго Духа. Навряд ли апостолы вообще представляли, что все это означает. И когда, собравшись с Иоанской горницы, услышали шум, как бы ветра, и увидели нисходящие на них огненные языки, поняли, конечно, что происходит нечто удивительное, а затем, получив дар говорить убедительно с любым человеком, на каком бы языке он ни говорил, они реально почувствовали силу Божию. И вот именно с этого момента, они перестают быть испуганными учениками Спасителя, которого и радовались, конечно, Его видением, но у них не хватало сил идти и проповедовать. И даже тогда, когда получили обетование скором пришествии Спасителя, то и тогда не хватало ни сил, ни разумения. И только в тот день, когда Бог Духом Святым почил на них, они стали другими. Внешне это были те же самые рыбаки галилейские, которых хорошо знали в Иерусалиме, но внутренне это были уже совсем другие люди. И первое обращение апостола Павла, апостола Петра, к тем, кто сомневался в сошествии Святаго Духа, уже свидетельствует о некой силе. Ведь кто-то подумал, что, начав говорить на иных языках, они, может быть, охмелели от принятия вина. И твердо апостол Петр говорит, что они трезвы, потому что еще третий час, девять часов утра, и никто никакой трапезы не принимал. Но что произошло, Божье чудо, сошествие на них Святаго Духа. И с тех пор святые апостолы перестают быть просто группой единомышленных людей, вспоминавших о своем Учителе, они становятся проповедниками всего тому, чему Он научил их и чему Дух Святый вразумил их. И Слово обретает великую силу, и обращаются по тысяче людей, почти ежедневно. И даже тень проходящего Петра исцеляет людей. Того самого Петра, который вместе с другими апостолами при жизни Спасителя не мог исцелить Бесноватого. Что же произошло? Что это за изменение? Ведь апостолы не изменили своего внешнего вида, они не получили какого-то особого ведения, потому что многое знали, они не получили какого-то специального образования, они не поднялись по социальной лестнице, они по-прежнему оставались изгоями тогдашнего общества. Что же произошло? А произошло, что благодать Божия, сила Божия, Дух Святый, через искупительные заслуги Спасителя, через Его смерть и воскресение по Его обетованию прикоснулись к ним и оживотворили их силы, наполнили апостолов таким могуществом, о котором потом мечтали волхвы и даже деньги готовы были платить, чтобы апостолы поделили с ними тайны их могущества, потому что в этих немощных и слабых людях стал действовать Дух Святый. И удивительно то, что это сошествие Святаго Духа, превратившее группу единомышленных рыбаков в особое собрание в Церковь Божию, где живет и действует Святой Дух, не прекратилось с прекращением их физической жизни, но по обетованию Божьему тот же Дух, который почил на апостолах, Он пребывает в Церкви, Он почиет на священнослужителях и на всех верных, которые проходят через купель крещения и которые к этому божественному и благодатному стволу прикасаются и прививаются через таинство мира помазания. Поэтому каждый из нас может сказать, что и я имею Святаго Духа, и я обладаю той же силой, и во мне живет и действует Дух Святый. Но не каждый человек это чувствует. Иногда и священнослужители проходят через такие периоды жизни, когда им кажется, что Дух Святый от них отступил. И у мирян не всегда есть ясное понимание и чувство присутствия в них божественной силы. в чем же дело? Что-то происходит не так, как должно было происходить, но что именно происходит не так? И Святой Иоанн Златоуст замечательно учит нас, что у всех тех, кто кем обладает страсть, и неверие, для них неприступной и невидимой становится сила Святаго Духа. Великий святитель не сказал, что те, кто подвержен страсти или то, кто потерял веру, будучи крещеным, что он навсегда потерял дар Святаго Духа, что он его лишился, он говорит нечто иное, что тот, кто обладает страстью и неверием, для того неприступной и невидимой становится сила Святаго Духа. А если человек не чувствует присутствие Святаго Духа, если для него неприступна, если для него невидима эта сила, то это означает, что этой силы и нет. И мы знаем, что иногда, продолжая исполнять церковные предписания, мы перестаем реально верить в Господа. Мы надеемся на князя, на сына человеческого. Мы надеемся на власть человеческую, на деньги, на протекцию. мы иногда изворачиваемся и подличием. Мы иногда совершаем грехи, чтобы обрести какую-то милость у людей и тем самым получить желанное и просимое. И очень редко мы обращаемся к Богу, как бы предвидя Его отказ. И происходит это потому, о чем сказал святитель Иоанн Златоуст. Для тех, кто обладает страстью и неверием, неприступной и невидимой, становится сила Духа Святаго. Что означает обновление нашей религиозной жизни? Сейчас мы об этом много говорим. И некоторые считают, что это и открытие храмов, открытие церковных школ, развитие социальных программ, образовательных программ. Это ремонты, это реставрация, это обучение. И одно, и другое, и третье, и четвертое являются знаками обновления. но одно, и другое, и третье, и четвертое будет бесплодным, если, обладая страстью и неверием, мы не получим дара Святаго Духа. Нередко люди крещеные презрительно относятся к церкви, допускают нередко оскорбления, высмеивают церковь. Почему это происходит? Ведь они получили дар Святаго Духа при крещении, и некоторые даже кощунствуя похваляются тем, что они крещеные. А происходит вот что. из-за страсти и неверия пресеклась благодать Божия. И человек не чувствует Бога. Он не чувствует ответа на свои молитвы. Для него приход в храм это все равно, что приход в музей. У него не бьется радостно сердце во время богослужения. Оно мертво, потому что оно порабощено страстями и неверием. Для того, чтобы Церковь Божия обновилась по примеру первоначальной апостольской общины, мы должны употреблять силы к тому, чтобы бороться со страстями, возбуждать в себе веру через постоянную молитву, через покаяние, через принятие святых христовых тайн, через критическое, строгое отношение к самим себе, через постоянное порицание самого себя, через контроль над своими мыслями, делами, движениями сердца, потому что стоит лишь только этот контроль снять, как страсти вползут подобно змеям во внутреннее святилище души, и тогда уже никакой благодати Святаго Духа мы там не почувствуем. Вот почему главное служение, которому Церковь посвящает себя, это служение благодати Божией. Получив ее от самого Господа в день Пятидесятницы, она призвана раздавать ее людям и совершать такие действия и произносить такие слова и так строить свои отношения с миром окружающим, чтобы все было направлено на то, чтобы страсти изгонялись из человеческих сердец, и горячая вера приходила в сердце. И вместе с ней сила благодати Божией, которая из безграмотных рыбаков соделала могущественных проповедников, покоривших Вселенную, которая из многочисленных преподобных отцов и матерей, мало даже известных в истории, образовала сон святителей, святых, чудотворцев, из простых людей, часто мучеников, из обычных архиереев и священников, святителей и преподобных. верим, что и сегодня сила благодати Божией способна преобразовать каждого человека, а через человека и весь мир. Мы празднуем сегодня день рождения Святой Церкви, принятие всеми нами благодати Святаго Духа, и да поможет нам Господь удержать этот Божественный через Крест Христов и Воскресение дарованный нам знак Божьего присутствия в мире до скончания века. Аминь. С праздником поздравляю вас!